А вообще надо жить и не ту же. И давай сюда. Здравствуйте, дорогие друзья. С вами я, Мороз Алексей, компания Кровмонтаж. Наступил тот день, когда я должен проехать, посмотреть и принять качество работы. Сегодня я объеду в Москву, по-ближнему Подмосковью, практически вокруг. Свободу Юрию Деточкину! Юра! Анекдот. Приходит человек домой жене и рассказывает, какие нынче гаишники вежливые стали. Все по фамилии, да на вы. А для вас, козлов, государство подземные переходы строит. Приехали мы на первый объект. Этот объект делали мы в том году. Выпустили несколько серий под названием «Спасаем кровлю замка на Рублевке». Переделывали мы крышу примерной площадью около 1000 квадратов. В этом году клиент обратился снова. Здесь появились новые сооружения, на которых нужно построить кровлю. А кровля здесь непростая. Главный дом в виде замка, где будет проживать семья. И зона отдыха. Клиент решил объединить эти два дома таким переходом. В этом переходе сделать еще главный вход. Купольная кровля. Без подпорок. Она легкая, выполненная из дерева. Очень сложной формы. Плюс арочные окна. И это сооружение соединяет два строения. Основной дом и дом для отдыха. И теперь наш клиент будет зимой, выходя из основного дома, спокойненько переходить в другую половину. И комфортно себя чувствовать. Покрыть кровлю нужно в едином архитектурном стиле. Здесь мы сделаем мягкую кровлю Тегола. Кровля здесь сложная. Много имеет переломов с арочными элементами, купольной формой. Две части кровли отбиты белым металлом. В этой части тоже отсекали белым металлом. Утепляли кровлю мы 250 миллиметров утеплителя. С перекрестным утеплением. Утепление довольно-таки надежное. Теперь о проблемах. Кто занимался кровлей или сталкивался. Вот такие три арки у нас имеются. И понимания, как отделать вот эту фронтовую часть, пока нет. Друзья, кто занимается кровлей, как бы вы сделали вот этот узел, можете поделиться опытом, либо выслать какую-то ссылку в видео, как именно делаете вы эти места. Будет любопытно обменяться опытом. Я вызвал сюда жестянщика, штатного нашего жестянщика. Он приедет завтра и будет вот эти уже элементы из металла выполнять. Потому что мастера по гибкой черепице с этим не справятся. Для них это сложная задача. Для этих вещей у нас есть более квалифицированный персонал. Сейчас я посмотрю, сделаю какие-то еще замечания. А они у меня уже есть. И мы отправимся на следующий объект. Лепота. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Итак, мы прибыли на наш второй объект, который находится в Валуево. За моей спиной дом, на котором находилась гибкая черепица. Кровля здесь частично мансардная. Архитектурно она выполнена очень сложно. Много залежей, яндов, много технологических архитектурных ошибок. Здесь мы произведем замену гибкой черепицы на фальцевую кровлю. Утепление было 150, мы делаем утепление 200. Наращиваем карнизы, подшиваем софитом. Пойдемте знакомиться подробно. А что помочь? Мусор-то чей? Территория уже здесь благоустроена. Стараемся компактно снимать, разбирать кровлю, демонтировать. Размещать только на дорожках. И при необходимости тут же заказывать контейнер и увозить. При всем при этом не испортить насаждение. Вот уже прибыл металл для фальцевой кровли. Матовый Пурал R11. Зеленый, мой любимый цвет. Я не знаю, почему-то я фанат зеленых. Кто-то серого, но мне нравится зеленый. Здесь находится листогибочное оборудование и фальцепрокатный станок. На днях приедут сюда жестянщики и начнут монтаж фальцевой кровли. Здесь проживают люди. И наша задача при ремонте кровли не затопить наших клиентов. Не нанести еще дополнительный ущерб. Быстро, качественно сделать это очень сложно. Но у нас есть определенный опыт и наработки технологии. А это тебе, родная. На заднем дворе мы размещаем наш пиломатериал. Антисептируем его, складируем и поднимаем наверх. Очередная высота взяток кровмонтаж. Типичная ошибка для дымохода, в котором находится труба из котла отопления. Он весь прожавел и дымоходная труба вся в потеках. Трубу из котла надо выводить, как бы протыкая флюгарку. Мы это сделаем. Этот участок крыши, он уже нами изменен. В этой зоне находился балкон. Весь поток воды и осадков сбегал от суда. Шло через эксплуатированную крышу. И там одна труба водосточная не справлялась. Постоянно здесь стекло. Я объяснил клиенту, что конструкция кровли такова, что от балкона нужно избавиться. Дверь превращена в окно. Здесь мы устроили скат кровли и вода будет отлично сходить за пределы нашего дома. Клиент забудет о своих проблемах. Теперь я спокоен. Остался последний участок кровли, который еще в работе. Нам предстоит утеплять. Мы только вскрыли. Ребята увеличили плоскость кровли на 50 миллиметров. Выровняли плоскость всю. В этом месте, где дымоход, находились две яндовые. Здесь тоже постоянно были протечки. Принято решение изменить конфигурацию кровли. Фальцевая кровля сделает свое дело. На этой кровле мало карнизов, которые выходят за пределы кровли. Практически нет вентиляции для кровли. Здесь карниз маленький. Он только проветривает вот эту часть центральную. Обеспечить туда приток воздуха. И принято решение вот эти все элементы завернуть в металл, сделать обрешетку и покрыть металлом. Я вас понял, когда могу вам призвонить? Нет, никогда. До свидания. Мне практично, это однозначно. Дизайнерам или архитекторам не мешало бы знать все тонкости эксплуатации кровли. Эта яндовая попадала как раз где-то в эту часть. Вода здесь, глыба, застаивалась. Мы направили эту яндовую, изменили стропила, чтобы выстреливала вода на угол. Все эти участки мы покроем тоже металлом. Здесь был когда-то зимний сад. Мы будем эту конструкцию всю ломать. Будут из кирпича полнотелого выкладываться столбики, на которые будет опираться кровля. Между ними пластиковые окна. И над этим помещением будет полноценная мансардная кровля из фальца. Порой приходят в голову утопические идеи. Например, здесь был балкон, но кровля обрывалась в этой зоне, и все осадки, сугробы падали сюда на балкон и протекало. И клиент просто решил заглушить этот балкон навсегда. Вывезти кровлю за пределы стены дома. Делай, как я. Итак, третий объект – это поселок Сатина Татарская. Здесь мы только размещаемся. Сегодня мы завозим сюда нашу бытовку. Размещаем строителям, налаживаем им быт. Знакомлю прораба рабочих с нашим клиентом. Ставим задачи, распроявляем график работ. Граждане, алкоголики, хулиганы, тунеядцы. Кто хочет сегодня поработать? Дом с мансардной крышей, покрытой гибкой черепицей. Требуется полная замена. Почему? Потому что пирог выполнен в несоответствии. Тепло улетучивается. Наш клиент хочет заменить эту кровлю на новую гибкую черепицу. Карнизы увеличить, удлинить. И по краю, и боковые фронтованы подшить белым софитом. Поставить металлический водосток. Вот такие работы предстоят нам здесь. Здесь есть два окна Вилюкс. Еще врезать дополнительно три. Добавить освещение в помещениях. Нужно делать аккуратное, качественное и без протечек. В двух словах скажу, что здесь почти сплошная обрешетка. Покрыта рубероидом. Прямо по обрешетке, без фанеры, стелили гибкую черепицу. Никаких мембран, продыхов и так далее здесь нет. Мы будем скрывать, потом вам покажем. Нынче лето 2018 года выдалось жарким. 22 августа, а наш оператор до сих пор во вьетнамках. Яблочки уродились на славу, как на подбор. Теперь поедем на следующий объект. Погнали! Присылайте фото, посмотрим, подскажем, проконсультируем. Погнали! Здесь мы производим полностью замену мансардной кровли, утепление, кровельного материала. Наш клиент 10 лет назад заказывал готовый домокомплект у некой организации. Ему быстренько приехали, возвели каркасного типа, да? Да, каркасного типа. Фирму. Ну, давайте без рекламы обойдемся. Реклама стоит денег. Каркасный домокомплект. Быстренько приехали, сваяли. Клиент понял, что что-то холодновато зимой. Вот и кровельный материал, наш любимый. Прессованный картон, пропитанный там водостойким материалом. Мы его меняем на гибкую черепицу. Фасад был отделан блокхаусом сосновых пород. Где-то лет 5 назад делали повторную покраску. Ну, человек решил кардинально изменить облик дома, сделать фасадные панели пластиковые. Да, это красиво, хорошо, вроде глаз радует, но, по мнению нашего заказчика, выбор в сторону пластика. Вентиляционные обрешетки, контрабрешетки отсутствуют. Каркасная стена не вентилируется. На кровле она более подверглась разрушению и деформации. Утеплитель умножим таким образом. Я могу вставить вот эти отверстия спокойно руку. Давайте посмотрим. 5, 10, 15. Вот только что при вас снял. Смотрите, пароизоляция как сделана. Отверстие, вон я вижу ваш пол. Пароизоляция есть, но ее как бы нет. Переделаем. Половина кровли, ребята наши, перебрали, утеплили. Ставили капельник конденсата, ленту ПВХ для вентиляции. И намонтировали фанеру. В принципе, крыша готова к монтажу гибкой черепицы. Так как мы планируем еще дополнительно утеплять фасад, а это увеличит размеры фасада, нам пришлось наращивать карнизы кровли во все стороны. Подшивку будем исполнять коричневым софитом. Сегодня передавали обильные осадки в течение дня, вечером, ночью. Поэтому мы ждем дождь. Фасад дома мы будем отделывать такими панелями под дикий камень. Панели американские, материалы закупал сам заказчик. Гибкую черепицу будем монтировать производство КТПАЛ. Подкладочный ковер и КПАЛ. Пиломатериал используем первого класса. Антисептируем, чтобы служил многие годы. Особенно важно для мягкой кровли, для мансардной кровли покрывать антисептиком. Это бруски, где ходит вентиляция кровли и сама обрешетка. На этом объекте все. Мы с вами не прощаемся надолго. Ребят. За целый день я проехал 250 километров. Выехал в 6 утра и сейчас в 6 вечера. Это при том, чтобы мне еще 2 часа ехать домой. Итого мой рабочий день составил 14 часов. Итак, всем пока. С вами был Мороз Алексей. Всем удачи. Оставайтесь с нами. Пока. Коллеги, вон. Это не твои, потому что не твои ребята делали. Ребята. Ребята делали. Ребята. Продолжение следует...